КОНЕЦ Солнечна и ягоды. Сосновый? Сосновый. Идёшь, а вокруг тебя деревья скрипят, шмели жужжат, дятел барабанят. И ты стоишь около сосны и пробуешь её горькую смолу. А если руку приложить к стволу, то будет тепло. Ну и что ты вздыхаешь, Яков? Ты наследник моего ювелирного дела и ты должен понимать таких вещей. Думаю, бразильские. Хотя нам от этого ни горячо, ни холодно. Плохо. Совсем плохо. Поверхностных дефектов нет, но внутри сплошные включения и структурные микротрещины. Даже без лопы видно. Аману скажу, что первый заход был неудачным. А через десять дней в Амстердаме ювелирный аукцион. Один из лотов диадема Бернье, сделанная в семьдесят первым для арабского шейха. А в ней, чтоб не соврать, двенадцать бриллиантов по пять крат и великолепного качества. Покупатель приедет сегодня. Отель Англия. В шесть часов. В шесть. Кому ты звонил? Человеку одному. Портье. Работает в отеле. Хочу, чтобы Вермана на встрече подстраховал. Спасибо тебе. Моне сказал, что ты подарил ему надежду. Да? Да. Он за тобой, как за каменной стеной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, вы не подскажете, который нынче час? 18.58 Очень хорошо. Еще есть две минуты. Немцы помешаны на пунктуальности. Благодарю. Прошу. Я бы хотел видеть француз и как можно сравнивать. Настоящего ценителя видно сразу. Только умоляю вас, Генрих, никаких героев. Для вас я Моня и только Моня. Зайгут. Хорошо, Моня. А француз, вы его не увидите, вы его услышите. Это же соната. Мне самому не терпится снова встретиться с ним. Старикам со странностями, миллионер, владелец сети гостиниц в Германии, путешествует всегда один, панически боится дождей. Каких еще дождей? Ты по делу давай. Так в статье написано. Ребят перевели. С немецкого. Дальше что? Гостиницами не управляет, путешествует, ищет редкие камни, коллекционирует их. Ну вот уже ближе к делу, а то начал с каких-то дождей пирать. Коллекцию его никто не видел. Один журналист написал, что у Крауза в доме что-то вроде бомбоубежища. И там среди драгоценностей у него два редких изумруда Лепре и алмаз Конкистадор. Конкистадор, говоришь? Да. Но если журналюга не соврал, старикашка-то не прост, не прост. Ну что еще? Все. А, вот. Был женат, разведен, детей нет. Имеет образование гемолога. То есть специалиста по камням. Так точно. Где сейчас наш перевозчик? С ними. Докладывает обо всем, как и договаривались. На когда назначена сделка? Пока неизвестно, но Верман вчера возил фрица в банк. И Белов говорит, что тот сам убедился в том, что алмаз настоящий. Они вдвоем ездили? Да. И в хранилище спускались вдвоем. А как же он убедился, что француз настоящий? Ну, я же говорю, что немец по образованию гемолог. У него был с собой чемоданчик, видимо, с инструментом. Очень хорошо. Значит, проверил сам. Вот что, дружище. А съезди-ка ты к этой. Ольховской. Здравствуйте, Анна Андреевна. Я от Соломона Львовича, от Мони Вирмана. От Мони. Проходите. Вы знаете, Моня удивительный человек. А какой он был славный ребенок. Чистый, наивный, с таким милым взглядом. Вы знаете, я знала его дедушку Якова Израильевича. Скажу вам, это был мужчина. Статный, красивый. Берите карамельку. Благодарю. Берите, не стесняйтесь. Вы знаете, она очень свежая. Я ее недавно купила. Как раз, когда объявили о смерти Брежнева по радио. Такое горе. Соломон Львович интересуется, не нужна ли помощь. Все-таки он передал вам такую сумму, двести тысяч. Он так трогательно ко мне относится. Очень галантный человек. Вы знаете, это сейчас такая большая редкость. Позвольте, я вам налью. Вам надо непременно с ним познакомиться. Вы будете приятно удивлены. Ой, опять трясется. Землетрясения участились. Вы заметили? Это к грядущему апокалипсису. Помните в Писании? И снял он четвертую печать. И услышал я голос четвертого животного, говорящего. Иди и смотри. Пейте, пейте, пейте чай. Тибетский, это очень полезно. Моя подруга, царство ей небесное, привезла его из Тибета во времена Московской Олимпиады. Нравится, нравится. Как будто заново родились, да? Скажите, а откуда у вас тот камень? Какой камень? Ну как же, который вы продали Верману, Моне. О, аквамарин. Остался от маменьки. От ней перешел от ее царственной воспитанницы. И самому ли его очень берегна в память о семье? Ну, вы понимаете меня, о какой семье? О той. Угу. Ну, вы ничего не едите. Ну, угощайтесь, ну, пожалуйста. Это очень вкусная карамелька. Спасибо. Ну, пожалуйста. Да кушайте. Подождите, о чем же мы с вами говорили? Ах, да-да, аквамарин. Признаться, он мне был ни к чему. Вы знаете, я не ношу прозрачный голубой. Моя душа, она больше тяготеет к золотистым оттенкам теплоувентаря. Еще бы. А вам действительно больше нет желтый цвет? А, господин Верман тоже мне это сказал, когда пришел в себя. Что вы говорите? Берите, берите карамельку. Берите, я настаиваю. Вы знаете, витамин С очень полезен при беременности. Повышает иммунитет. Да, да. Пришел в себя? Что-что? Вы сказали, когда господин Верман пришел в себя. Как вы смешно шевеляете. Да оно ему стало дурно. Вероятно, от духоты. Я очень волновалась, нужна ли будет ему моя стекляшка. Но он согласился ее взять. Я вы понимаю, перед вашим обоением трудно устоять. Вы находите? Позвольте. Нет, нет. Сейчас достаточно. Достаточно. Ну? про то, что камень голубой, и Вермонт, говорит, чуть не рехнулся от счастья. Ну, отлично. Значит, теперь наш ход. Соломон Львович, вас с племянником бросит подъехать один ваш знакомый. Здравствуйте. Вы кто, голубчик? И какой такой знакомый? Дядя, что случилось? Один ваш очень хороший знакомый. У вас встреча. Вы забыли? Да-да, я вспомнил, что я забыл. Собирайся, Яша, нам надо в гости. Не надо. Они же их увезут. А ты хочешь, чтобы они здесь стрельбу устроили? Надо ждать. Антон. Подождем. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Моня. Моня. Моня, что случилось? Яша остался у них, нас кто-то сдал. Хрящ узнал, что я купил француза. Антон. Боже мой, я все поставил на этот бриллиант. Это Краузе, проклятый немец. А что от вас хочет Хрящевский? Ты сама как думаешь? Перекупить бриллиант? Перекупить. Боже мой, Морецкая, в каком мире ты живешь? Хрящевский не покупает то, что можно взять. Он хочет, чтобы я просто отдал ему камень. Как отдал? Взамен он выпустит Яшу живым и невредимым. У нас нет выбора. Подождите, а где гарантия, что Хрящевский, получив бриллиант, не убьет Яшу? У нас нет такой гарантии. Зато у нас есть гарантия, что если Хрящевский не получит бриллиант, то Яшу он убьет сто процентов. Звоните, договаривайтесь. Звоните, звоните. Не теряйте времени. Только без глупостей. О чём вы говорите? Куда? Добрый день. Могу вам чем-нибудь помочь? Да. Я хотел бы попасть в вместилище. Чистилище? Хранилище. Хранилище. Конечно. У вас паспорт с собой? А, так, конечно. Сейчас. Пожалуйста. Нет, мне не нужно. Четвёртое окошечко, пожалуйста. Когда я понадоблюсь, вызовите мне звонком. А. Дай сюда. Ух ты. Да, за такой и убить можно. Конечно. Что? Господин Краузер, Николай Хрящевский, Хаудуиду, можем говорить по-русски? Да, да. Я говорю по-русски. А. У меня есть вещица, которая вас, несомненно, заинтересует. Малый француз. Если вы понимаете, о чём идёт речь. Понимаю. Вот. Но у меня уже есть договрённость относительно этого предмета. Я знаю, знаю. Господин Верман, но, увы, он больше не владелец камнем, он продал его мне. Как продал? Почему я не сообщил? Мы прошли к соглашению, и вдруг, я не понимаю, как это, по-русски, получился какой-то фортель. Вы не знаете господина Вермана. Он способен на многие фортеля. Он непредсказуем. Впрочем, вы можете позвонить ему по поводу камня и убедиться лично, а я вас тогда, с вашего позволения, попозже наберу. Ага. Маня, я очень удивлён этой ситуацией. Я полагаю, вы должны явиться ко мне, и мы должны обо всём говорить за форт. Простите, Генрих, я не смогу приехать. Но так дела не делает. Конечно, я должен был вас предупредить. Увы, француз теперь у Хрящевского. Вам придётся иметь дело. С ним они за мной. Я очень разочарован, хэр Верман. Алло. Господин Краузе, это снова Хрящевский. Надо встретиться, нам есть о чём поговорить. Я заинтересован в продаже, вы в покупке. Хорошо. Проезжает в отель к пяти часам. Договорились? Ну что, Моня, Моня. Хотел кинуть Колю? Хотел, хотел. Думал, что ты самый хитрый, да? Думал, думал, гадёныши. Отпустите меня. Пожалуйста. Я просто, Монечка, в глаза твои бесстыжие взглянуть хочу и убедиться. А есть ли в них совесть, Моня? А совести нету. Вот и верь после этого людям. Да, Дымал? Значит, завтра же отвезёшь мои бриллианты купцу. Не к чему его добро у себя держать. А про Мстердам, Монечка, забудь. Понял? А не слышу. Понял. Вот. Ну и ступай, Господи. Диадима Бернье. Димов, проводи его. Яшенька! Живой! Да ну, конечно, живой. Ну, что со мной будет? Посидел немного в подвале, подышал сыростью и всё. Вы согласились? А что мне оставалось делать? Они вас били. Били? Били. Да будет вам известно, что единственный способ договориться с Монией Верманом, это его убедить. Попробуйте на меня давить, и вы получите разъярённого льва. Бешеного быка. Сейчас он скажет, что это у нас наследственное. Это у нас наследственное. Моей тётушке Рая однажды угрожал один поклонник. Так она ему отказала. Хотя это был такой человек, что мог купить всю Одессу и перевезти в чемодане на Брайтон-Бич. Так таки и всю. Ну, не всю. Но за молдаванку я могу ручаться. Так вот этот человек грозился зарезать себя и ущу тётю Раю. И что вы думаете она ему ответила? Что? Зарежьте лучше моего племянника Моню. И я буду вся ваша. Все прошло нормально? Нормально. Мы лишились француза и денег господина Краузе. И кое-что мы забыли. Что? Бриллианты Хрящевского я должен доставить Эману Купцову завтра. Завтра. Пожалуйста. Ферману я заплатил десять. Плохой ли шеф-то? Вы переплатил? За француза нельзя переплатить. Если объявить его на рынке, он вызовет бурю. Что вам мешает? У меня ведь уже есть покупатель. Вы хитрый человек. Восемь хорошей цена. Я дал десять. Это ваши дела. Как говорят в России, мух отдельно, котлет отдельно. Валя. Вас издаст? Откройте. Вы привезли его сюда? Без охраны? Почему нет? Взбили я, Генрих. 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 Зевс вас устроит? Да, я готов. Ну, тогда завтра господин Дымов встретит вас у банка Зевс и осуществит, так сказать, передачу. Дымов? Кто есть Дымов? Так вот он. Валентин наш Петрович, так сказать. Я не понимаю, какое отношение херр Дымов имеет к нашей сделке. Херр Дымов? Мой помощник вот поэтому. Я Генрих Краузе. Я заключил сделку с вами, с Николаем Крещевским. И я не понимаю, почему вы не считаете возможным свое личное участие? Считаю, считаю. Только, ну, зачем мне-то суетиться, если мы обо всем договорились? Я заключаю сделку с вами, а не с ним должен быть паритет. Что это? Равенство, значит. Нет, у нас этого давно нет. Нет. И на кой ляд мне самому переться, если есть помощник, и мы все решили? В таком случае я намерен известить вас, что считаю нашим договоренность аннулируем. Отмена. Федор Саин. Минуточку, Генрих. Что это вы ей-богу? Какой Федор Саин? Вы меня просто недопоняли. Ну, разумеется, если это для вас так важно, я доведу сделку до конца, лично так сказать. Фео, как же мне такую любезность? Да ради бога, сколько угодно. Тогда до завтра. До завтра? На каких тонких ниточках все держится. Как копытами забил, фриц. Гордость у него, видите ли, взыграла. Еще б немного и сорвал, сорвал сапс крючка и ушел. Ушел бы от бакланта. Угу. Здравствуйте, Аман Русланович. Моня, да перестань ты. Что за церемония? Я тебе что, шаг восточный? Рустам, пойди позови человека и сам шашлыками занимайся. Моня, Моня, ты куда? Ты что это, как сам не свой? Ну, с похорон, что ли, приехал? Показывай, что привез. Сертификаты есть? Конечно. Выданы швейцарцами. На каждый камешек отдельно. Сейчас придет мой геммолог, даст заключение. Ну, да. Разрешите? Заходи. Заходи. Знакомься, Моня. Это мой новый геммолог Олег. А это наш лучший ювелир, Моня Верман. Легенда. Новый. Наслышан, наслышан. Откуда партия? Ну, так из Сюриха. А туда приехал из Индии, с Хайда Рабада. Там дилер надежный. Что? Это надо вдвойне проверять. Почему? За индийские часто выдают бразильские бриллианты. А у них качество совсем не то. С виду вроде и неплохой камень. А присмотришься, барахло. И вкраплей немного, и цвет не к черту. Ну… Ну… Хотя у этих, на взгляд, цвет неплохой. Моня, я ж тебе говорил, грамотный человек. Моня, ты что, что с тобой? Душно у вас тут, Руслан. Аман Русланович. Душно? Да на тебя лица нету. А ну-ка пойдем в залу. Там у меня посвежее. Пойдем. Посидишь, отдохнешь. Пойдем. Пойдем. Я дико извиняюсь. Я за нового гемолога. А где старый? Разведка донесла, вокруг него хрящ стал крутиться. Ну, не сам, конечно. Но мне этого достаточно. Где эта старая жаба появится, хорошего не жди. Ну, ты располагайся, располагайся, мой. Отдыхай. Мне сегодня такого барана привезли. Шашлык будем делать. Маринад я, между прочим, сам готовил. Отдыхай. И как эту хрень завязывают? Повернись. В банке все готово. Так точно. Ты надолго? Часа на три. Я буду ждать тебя, милый. Пиджак. Значит так, Дымов, пока я в банке, разберись-ка ты с этим перевозчиком. Белов нам больше не нужен. И баба Ивонная много знает. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Понял? Николай Павлович, ну камни он нам еще не вернул. Да плевать. Плевать. Он-то думает, что пока камнем у него, мы его не тронем. А мы сделаем гамбит. Отдадим пешку заранее быстрой победы. Убью. Убью. Это не я. Гемолог, возможно, ошибся. А заключение? Какое заключение? На бриллианты. Готова? Ну, конечно, готова. И что? Ну, как всегда, все отлично. И ты на высоте, Моня. Ага. На высоте? Что? О, как. Валентин Петрович, в нем проблемы могут быть с курьером. Могут. Так может быть, ночь? По-тихому? А если он уже на чемоданах сидит? Нет, надо сейчас. Значит так, Белова я беру на себя. А девчонка твоя. Организуй-ка ты ей несчастные случаи. Сиганула девка в окно от неразделенной любви. Ага. А как мы курьера из квартиры выкурим? На этот счет есть другая идейка. У нас телефон Вермана на прослушке. Ну, да. Нужна его запись разговора с немцем. Ага. Что будешь делать с ними? Не знаю, пока не решил. Их надо вернуть. Иногда мне кажется, что ты с другой планеты. Это плохо? Нет. Это клево. Да, слушаю. Простите, я должен был вас предупредить. Соломон Львович, это вы? Что случилось? Я не смогу проехать. Приезжайте вы. Ты… Что? Ничего не понимаю. Это Верман. Что-то случилось? Отпустите. Да тихо ты, придурок, убью. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите меня. Я не могу. Как отстанься? Я не могу. Я не могу. Бегу! Антон! Антон! Плохо я тебя учил! Бой ко мне! Ну, все. Чище было бы ножичком. Как дух зашел. Надоел ты мне. Руки! Руки подними! Пистолет брось! Пистолет брось, я сказал! Пистолет брось, я сказал! А теперь руки поднял! Быстро! Прошу вас. Желает рассчитать? Это преждевременно. Пока вы не проверили. Бриллиант? Разумно. Прошу. Да. Это тот камень. Поздравляю вас, Николя. Станислав, мы готовы. Горжик. Николай Павлович Хрящевский. Вы задержаны за попытку продать бриллиант Зевс. Зевс? Какой Зевс? Украденный у меня. Неделю назад. Какого черта? Это я должен спросить у вас. Какого черта? Ваши руки, пожалуйста. Генри? Ну, не совсем так, но вы можете называть меня этим именем. Ох ты, гнида. Да я тебя смотрю. Больно. Что же вы делаете? Я жаловаться буду. Это ваше право. Следуйте за мной, гражданин Хрящевский. Смотрите. История похищения бриллианта Зевс получила неожиданное продолжение. При попытке продать кратенный камень был задержан известный предприниматель Николай Хрящевский. Злоумышленник зачем-то покрасил бриллиант в синий цвет. Дядя, как вам удалось его покрасить? Я о кого-то секрет в фирме. Прошу. Спасибо. Если я тебе скажу, на что я буду нужен? Прошу сюда, Анна Андреевна. Благодарю. Яша, а почему все пиццы одинаковые? Мне в пиццерии сделали бонус. Пять пицц по цене трех. Тесто и колбаса, боже мой. Разве же это еда? О чем вы жалуетесь, дядя? Я же должен немножечко на всем сэкономить. Полиция считает, что начальник безопасности компании по дешах Валентин Дымов занимался контрабандой бриллиантов, не поделился своим подчиненным барыш и во время драки столкнул его с крыши. При обыске у Дымова в кармане случайно нашли восемь контрабандных камней. Очень глупо. Я выполнил свою работу, доставил груз по назначению. Про вас, Дымов, не говорит ни слова. Конечно, не говорит. Ему же тогда придется объяснять смерть Веры. А так он рассчитывает получить срок за непредумышленное убийство. Ну и за контрабанду, которую нужно еще доказать. Яша, скажи, а как тебе удалось забрать Зевс у своих приятелей? Ну а что им оставалось делать? Они очень даже обрадовались, когда у них появилась возможность избавиться от него. А мысль Антона выдать один бриллиант за другой была же великолепна. Всего одна ночь кропотливого труда и вуаля! У нас в руках вместо синтетического Зевса натуральный малый француз. И Анна Андреевна отважно согласилась сыграть в нашем спектакле бывшую обладательницу царской драгоценности. Ну что вы, отвага здесь ни при чем. Если бы вы знали, как уме от волнения дрожали руки, когда пришел этот человек. О, я могу себе представить. Я вынуждена была говорить какую-то чушь. Но я подготовилась к его приходу. Я заварила мочегонный отвар, которому было лет сто. И купила самую кислую карамель. Какая прелесть! Имею тост! Я не опоздал. Нет-нет, вы как всегда вовремя. Прошу любить и жаловать Михаил Гройс. Специалист высшей квалификации. Анна Андреевна, с Моней вы уже знакомы. Угу. Майя. Яков. Все в сборе, прошу садиться. Данкеншер. То, что ваша квалификация наивысшая, мы убедились. Просто нет слов. Если б не вы… Ну, не преувеличивайте моих заслуг. Я лишь исполнил свою роль. И исполнили, извините за откровенность, гениально. Настолько, что Коле Хрящевскому и в голову не пришло отдать нашего француза на экспертизу. Он полностью положился на Генриха Краузе. Простите, а это вымышленный персонаж? Обижаешь. Генрих Краузе живет в Германии и здравствует. Вот еще тип. Только что-то я одного не пойму. А каким образом те бриллианты, что я привез из Цюриха, пришли к экспертизе? Емолох подтвердил их полное соответствие швейцарскому сертификату? Или Хрящ купил всех? Дядя, это моя работа. Ой, не горя глупостей. Соломон Львович, это правда. Яша тот человек, за которым охотятся вся китайская мафия. Он просто боялся вам в этом признаться. Это ведь немножечко связано с криминалом. Ничего себе немножечко. Извините, дядя. Я взял ключи от вашего сейфа без спроса, и мы с Майей потихоньку довели камня мана до нужной кондиции. Теперь я тоже соучастница преступления. Да-ка-то ты? Да, дядя. Способ, позволяющий маскировать изъяны минералов, не меняя их свойств, изобрел я. Но как ты это делаешь? Секрет фирмы, если я вам скажу, зачем я вам буду нужен. Боже ж мой, Яков, ты сводишь меня с ума. Да. Это лесная золотая рыбка. Да? Да. Загадывай желание. Нет. Давай лучше ты. Мне все время в голову какая-то ерунда лезет. Например. Например, чтобы Верман не натворил опять чего-нибудь. Да ты что, у него до сих пор поджилки трясутся после этой истории с Хрящевским. Да? Чего-то я сомневаюсь. Он зачем тебе сегодня звонил? Он тебя в отпуске даже в покое оставить не может. Он звонил, чтобы убедиться, что у меня все в порядке. Да. Моня обо мне заботится. Убедился? Все в порядке? Он убедился, что ты рядом, а это значит, что все в порядке. Не подглядывай. Загадала? Да. Далеко закинула, значит, сбудется. Никогда не думал, что так быстро пойму простую вещь. Очень здорово быть ответственным не только за себя, но и за близкого человека. И жить так, чтобы он был счастлив. Когда я это понял, я не сказал, ну, конечно, в среду. Субтитры создал мне моё место. Я ещё знаю. Субтитры создал мне моё место. Убедился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова